Бурдин Кидай Бурдин Кидай Бурдин Кидай Бурдин Кидай В какой постановке участвовать сейчас? Вот в ревизоре, в котором ты вчера, допустим, да, принимал участие? Да нет, да все разные вещи, все разные. Между тем, про театр ходит? Про театр, да, в данном моменте. Не, ну, я вот, меня пригласили в театр, когда я учился на втором курсе, ну, все спектакли, в которых я играю, я очень люблю, и... Они все разные. А как-то твое амплуа формируется, ты его сам как-то для себя сформулируешь? Кто ты, Андрей? Кто я? Ну, вообще сейчас... Герой-любовник там. Амплуа... Такого не существует, мне кажется. Ну, конечно, мне дают комедийные роли. Сказал, ты заплакал? Ты заплакал. Ну, конечно, всегда комедийному артисту хочется сыграть что-то... Трагическое, лирическое, романтическое. Ну, да, но на самом деле... Я играю один спектакль, и мне все время хочется... Думаю, почему такое грустно? Ну, почему нельзя как-то вот здесь сделать? Повеселее. Ну, на самом деле... Достоевского повеселее. Разрешите. На самом деле, я хочу сказать, что если серьезно, то все люди всегда в жизни находят... Ну, всегда стараются быть веселее, чем ситуация. Поэтому они стараются... Ну, это правда, это правда. Вспомните, любые моменты в жизни... Даже самые трагические. Да, всегда ты пытаешься как-то себя... Там, где даже смеяться не обязательно, все равно смеешься зачем-то. Ну, да, да, да. Ну, то есть, как бы, я пытаюсь всегда в роли найти комические основы. Вот это правильно. Ну, я так считаю. Слушай, ну, вот твое высказывание. В жизни все должно быть неправильно и долго. Ну, это не мое высказывание. Ну, хорошо, ты его... А чего? По-моему, Ерофеева, честно. Ну, это неважно. Но ты его произнес от своего лица. Да, мне очень нравится оно. Вот неправильно и долго. Так же можно бесконечно ждать той роли, о которой ты мечтаешь. Что? Я не комик. Я на самом деле трагический актер. Да нет. Когда же у меня будет эта роль? Мне вообще в этом плане очень нравятся слова Табакова, которые он всегда произносит, что вообще это все наша профессия, это все веселенькое дело. И это правда, на самом деле. К этому и надо так относиться. Веселенькое дело. Ну, да, это веселенькое дело. Поэтому не надо так заморачиваться. А это вот та роль. Вот еще любят так выбирать артисты. Это достаточно хорошо для меня или нет? Ну, то есть как бы... Мой ли это уровень в этом смысле, да. Да, мой ли это уровень вообще. Смогу ли я так это прожить, чтобы внедриться в умы людей? И достойно ли ты меня? Слушай, ну, по поводу уровня все-таки есть какие-то определенные замеры. Не, ну, конечно, есть. Не далее, как сегодня, вручают маску, да, золотую маску. Сегодня, поможет, да? Сегодня, сегодня, да, в Большом театре золотая маска. Очень смешно, что в этом году спектакль художественного театра «Идеальный муж», которым я играю, выставлялся на маску. И два раза приходили туда артисты. Ну, в смысле не артисты, но группа, которая присуждает экспертов. И, значит, заканчивается спектакль, я иду уже на поклон и с Розой Хайрулиной и говорю, Роза, слушай, я что-то там в расписании видел, а когда на золотую маску-то нас там смотрят? Она говорит, сегодня. А, щас, не отработал! Нет, нет, ну, не так сыграл! Пошел, пошел, нет, ну, пожалуй, вышел. На следующий раз опять прихожу, все, опять говорю, слушай, ну, в прошлый раз прикольно, то, что я не знал, что маска нас смотрела. Он говорит, так она и сегодня смотрела. То есть два раза я это не знал. Не зачет! Оба раза в молоко. Нет, нет, почему нет? Не волновался? Не волновался, да. Почему? В молоко. Внутри не бывает в молоко. Я надеюсь. А что, если бы знал, волновался бы какой-то дополнительный... Да нет, ну, это просто так, это просто... Не, ну, конечно, все равно, когда какие-то такие вещи, чисто даже подсознательно, все равно немножко... Слушай, а вот кто должен сидеть в зале, да, чтобы ты, зная об этом, как-то особенно действительно волновался или чувствовал какой-то особенный ответ? Близкие люди. Близкие люди, близкие друзья. Папа. Ну, мама... Ну, мама, наверное, нет все-таки, хотя мама очень близкая, естественно, но почему-то мама вот, ну, не знаю, какие-то вот такие, ну, какие-то друзья, наверное, которые вот, может быть, как... Ты боишься их разочаровать, что ли? Поэтому ты как бы немножко педалируешь? Нет, ну, просто как-то это... Особенно ответственность. Это никакая не та, что ответственность там, прям ответственность просто внутренне немножко. При выходе на сцене легкий какой-то... Ну, всегда волнение существует, но просто в этот момент немножко так... Ты потому что можешь представить этих людей, да, что они почувствуют, что они скажут, в отличие от тех, которых ты никогда не знаешь. Даже не знаю, это просто какое-то подсознательное... Ты знаешь, это как вы со спортсменами, мы на Олимпиаде разговаривали, они говорят, что с одной стороны все говорят, что вот, дома стены помогают, и на Домашней Олимпиаде... Вот я про это говорю, конечно. Вот еще подобного. Как раз вот даже начиная с Ирины Родниной, она рассказывала то, что всегда на домашних соревнованиях всегда тяжелее. Ну да, конечно, ответственность больше просто. Ну хотя в театре не должно быть ответственность, честно, должно быть безответственно, но все равно мы же люди. Мы же люди и понимаем иногда, что как-то сегодня ответственно. Вот интересно, Андрей, вот на тебя посмотришь, ты говоришь, я такой актер, я обычный средний актер, с другой стороны участвовал те... Я не говорил, что средний. Среднестатистический? Хорошо, я простой актер, простой актер сказал, Андрей. Вот, те миллионы, ну хорошо, тысячи молодых людей, которые стремятся попасть там, поступить в Щукинское, в Щепку там, и туда, и сюда, студия школы МХАТ, это вообще вершина мечтания. Вот, у тебя так все как бы легко, вроде бы, с одной стороны. Ну и вот там, пожалуйста, там сериал дашь, молодежь, а КВН тут началось все, и потом завертелось, пошло, поехало, ты просто счастливый человек, или у тебя такая харизма? Чем ты взял, скажи, пожалуйста? Я надеюсь все-таки, может быть, харизма, может быть, так получилось. Я надеюсь на это все-таки. Я выиграл в лотерею. Я надеюсь, я надеюсь, Андрей. Нет, ну я хочу сказать, что, что я все-таки вот живу по принципу, что если это не случилось, это не мое. Это правильно. Вот Брагин сказал, что вот так у тебя все легко и прекрасно. А это было легко вообще, вот прийти туда, где ты сейчас находишься? Это вообще было нелегко. Нет, и прийти было нелегко. Вы просто не представляете, когда тебе... Я все-таки, я пришел в МХАТ, когда у меня было два высших образования, и со мной... Ну так, у нас немножко взрослый курс, но мне было 26 лет. Я представляю. А там молодняк, 18, все с растяжками, а ты такой уже еле гнущийся. Ну это, во-первых, я отказался от всего на два года. Первый год я не снимался. Да я не спал первый год. Второй год. Поэтому это, конечно, нелегко, но и несложно. Но все-таки это не грузить уголь. Ну, ребят, ну это любимая профессия. Ты каждый раз кайфуешь, когда что-то получается или не получается. Именно так нужно относиться к этому. А иначе это просто идиотизм, можно сойти с ума. Любимая профессия, вопреки всему, ведь ты и раньше попытался поступить, еще когда был в более молодом возрасте. Нет, не пытался, не пытался. А каких у тебя два образования? Юрист еще? Юрист и переводчик. Переводчик? Да. Speak English? English, yes. Yes. Вчера у нас были англичане на ревизоре. Много народу. Ты блеснул. Из самой элитной лондонской школы. Потом мы немножко перекинулись. На нашем. На нашем. Да нет. Про что я говорил вообще? Про то, что у тебя английский язык. Я не пытался поступить. Я хотел в 16 лет поступить. Поехать хотел, но мама сказала. Я вижу в тебе юрист. Останься-ка в Томске. Будешь юристом. Я сказал, ну, пожалуйста, попробуем, попробуем. Надо так надо. Будешь юристом и переводчиком. Хорошим это не закончилось. Ну, в любом случае, ты теперь знаешь законы и знаешь английский язык. Но контраст я умею подписать, да. Вот, это немаловажно. Друзья, продолжим разговор с юристом-переводчиком. Андреем Бурковским. Будет сейчас пару минут. Друзья, продолжим разговор. Андрей Бурковский у нас в гостях. И пора уже, как говорится, из театра выйти в сторону телевидения. Поскольку все-таки телевидение, как ни крути, это более массовое зрелище. Конечно, ты не перебьешь тут. Тут, конечно, все из-за кухни следят. Я тут, слушай, я не ожидал тоже услышать в музыкальной школе своей дочери, когда выходят юные, так сказать, дарования из хора. А ты видел сегодня кухню, там очистительный сериал. Ха-ха, вот это прикольно было. Начинают обсуждать, думаю, да. Слушайте, действительно популярный сериал. Или там последний из «Магикан». Ну, просто качественный очень, поэтому и популярный. Ну, прямая зависимость. А вот давайте у Андрея спросим, качественный сериал или нет? Согласен абсолютно. Вот мне кажется, сейчас, слава богу... Ты пришел. Нет, слава богу, ты пришел. Нет, но хочу сказать, что наконец-то у нас поняли, что напрямую от качества продукции получается и как бы... Рейтинги, цифры. Рейтинги, цифры. То есть, наконец-то, в Америке это существовало уже, наверное, сто лет, но наконец-то у нас это поняли. И стали снимать хорошие сериалы. Ну, то есть, ну, так если по-простому, начали вкладывать в это деньги и реально, и, ну, как сказать, и умы, и душу. Не только, чтобы отбить, извините за выражение, бабки, а сделать действительно качественный продукт, чтобы, ну, это нравилось прежде всего тебе, а не так вот, как у нас раньше было. Ну, ничего проканает. Ну, типа так, без вот этого. Да-да-да, было так. То есть, реально, вот, людям нравится то, что они делают. И артистам нравится сниматься, и сценаристам нравится писать. Главное, что сценарий вообще, в принципе, есть. А то и некоторые сериалы у нас бывали, что было сомнение, что есть ли вы его основе какой-нибудь сценарий. Актеры переписывали тексты просто для того, чтобы это была человеческая речь, скажем так. Здесь все сошлось, скажи мне, пожалуйста. Ну, давай, наверное, про кухню, да, сначала начнем с кухни. Начнем с кухни, давайте начнем с кухни. Ну, тут у меня как бы в кухне все-таки маленькая роль. Ну, тем не менее. Знаковая. Ну, знак. Ну, со словами. Прости, за словами. Со словами. Словами, да. Словами, да. Описант роль со словами. Кушать подано. Ну, это такой, ну, это супер-хит. Ну, что тут говорить, это супер-хит и... Ну, все ли сошлось сценарий, там, да, как ты оцениваешь сценаристы, которые работают... Ну, как у нас, знаете, он работает там, как мы сейчас оцениваем. Ну, не, ну, не, ну, прекрасно, прекрасно работает. Просто это, я, если сравнивать, Магикян и кухня, это просто разные абсолютно жанры, разные... Это все-таки кухня, это более такое клиповое немножко. Это такое, как бы... Все очень так идет, динамика, быстро, раз, два, три, Любовь-морковь, туда-сюда. Как ты деньги ласкала? Свекла нарезка! Любовь-морковь тоже ты снимался? Любовь-морковь тоже ты снимался? Нет. Вот, а последний из Магикян, это все-таки немножко другое, это все-таки... Это более... Более кино такое серьезное? Ну, да-да-да, ну, то есть не то, что... Это просто авторское все-таки видение Резо Генишвили, и он немножко другой. Он плавный, он долгий. Южный такой. Ну, такой он, он такой... Ну, так нельзя, может быть, сказать, что это Данели, но... Но там очень много от Данели, ну, потому что Резо, он, как бы, его, видим... Замечательный. Слушай, а вот, действительно, как с режиссером, я тоже, к сожалению, ну, и все, наверное, коллеги сталкивались с сериалами, ну, со съемками сериалов. В этом случае, как это обычно бывает, чувак, произнеси текст, произнес, все, окей. Я говорю, я бы хотел переснять эту сцену, мне не понравилось, как я сказал, чувак, ну, ты произнес текст, что ты паришься-то, все нормально. К сожалению, ты абсолютно прав. К сожалению, сейчас нужно быть хорошим артистом. К сожалению. Нет, Резо, во всяком случае, позволяет делать дубли, да? Резо прекрасный режиссер. Тут даже вообще говорить не надо, как режиссер на кухне. Их два было в одном сезоне один, сейчас другой. Другой, прекрасные режиссеры, прекрасные, которые позволяют тебе быть уверенным в то, что ты делаешь. И даже ты, когда ты сомневаешься, говоришь, что-то может быть, Андрей, это было хорошо. К примеру, да? И ты этому веришь, и ты готов без, как сказать, еще, чтобы тебя не держало то, что так, все, чтобы это не контролировать, а хорошо ли? Но в большинстве случаев нужно, конечно, бдить и нужно быть хорошим артистом, который сам сможет сделать себе роль. Артист хороший, в данном случае, получается, это артист, который может работать первого дубля. И поберечь время, силы. Ну да, да, конечно. Я думаю, что и первый, ну даже два, там, три, ну не важно, да, это не в дублях дело, а даже просто по-тупому скажу, во вкусе. Во вкусе и в чувстве правды, которая существует вокруг тебя. Ну просто нужно понимать это, и, ну, такое время. Окей, Андрюк, ну это сериал, понятно, да? Полный метр. Есть ли сейчас мысли по поводу полного метра, есть ли предложения по этому поводу? Да и предложений, конечно, есть. Полно. Отметаешь пока? Нет, ну не то, что полно. Я все-таки читаю сценарий и отказываюсь на сценарии, допустим, да, или я вхожу на пробы, почему нет, то есть... Нет, ну сейчас конкретно что-то есть уже, что-то в предложении? Я никогда не говорю... Ну, есть в предложениях, есть, конечно, но пока все это... То есть, ну вот сейчас... Пока до конца не срослось, ты предпочитаешь об этом не говорить? Ну да, да, ну то есть, допустим, был стопроцентный проект, ну это стопроцентный, то есть уже точно, все, я как бы знал даты, но из-за моей занятости в театре и в... просто сейчас, просто физически не получается. А из-за твоей занятости как же ты умудряешься еще и читать сценарий? Вместо сна, ну чтобы понять, что это то, что тебе нужно или нет, это какая-то лажа написана. Или вместо общения сию? Ну да, ну где-то там вот так вот сел, прочитал, где-то побежал там, где-то сел. Ну вот так вот приходится, а как еще? Не боишься вот такими урывками что-то важное для себя пропустить в этой жизни? Ну там... Ну конечно боюсь, всегда все боюсь, такие вещи, конечно боишься, а вдруг это... Всегда артисты, знаешь, боятся, боятся не согласиться на какой-то гениальный сценарий. Ну, знаковое какое-то событие. Мне просто очень нравится вот эта история про Матрицу, что Билл Смиту дали сценарий Матрицы на главную роль, ну вместо замечательного Киана Риза. Киана Риза, да. И он посмотрел и позвонил и сказал, ну какая-то фигня, ребят, я это сниматься не буду. А потом это увидел и заплакал. И он просто обалдел, он сказал, что как я это мог пропустить? Мне кажется, теперь он ходит на пробы, или он готов сниматься. Снимается в фильмах «Я легенда», там, да, это как-то реабилитация. Все все тяжкие. По поводу того пропустить серьезное. Твоя жена, твоя семья, твой ребенок, успеваешь ли ты действительно уделять им время? Ой, я стараюсь, я стараюсь. Я кто-то недавно где-то слышал про то, что вот надо вот обязательно находить себе время. Вечером приходишь, не умереть там, хотя хочется где-то упасть, а нужно обязательно сидеть, играть. И передаю... Они слушают меня сейчас. Макс, Алиска, привет вам огромный от папы. Ну, я стараюсь, честно. У меня замечательные дети, хочется их все время. А кто вперед засыпает, они или ты куда-то их укладываешь? Они не засыпают вообще. Они такое ощущение... Можно провести эксперимент. Макс, он просто не заснет. Он просто может всю ночь играть, бегать, туда-сюда. Но потом, может, что-нибудь его положил. Ну-ка, хочешь поспать? Нет. Все, выключился. Все, выключился, да. Андрей, не выключайся, пожалуйста. У нас еще впереди 15 минут эфира. Мы еще споем, друзья, поскольку... Как же без этого. Да, у нас же утренний шоу Мурзилки Лайф. Мы поем в любой ситуации. Слушайте, ну вот комикс, а. Вот это вот прям театр у нас сейчас у микрофона. Собирались репетировать песню, а просидели про спиртное, проболтались. Какой спиртное? Мы говорили о творчестве. Андрей Бурковский у нас в гостях, да. Мы продолжаем говорить о творчестве. Замечательный человек, да. Андрей Бурковский, артист. Слушай, как правильно? Я все время буду артист, актер. Как нравится. Ну, вообще актер, конечно. Актер. У нас актер. Андрей Бурковский. Да, Андрей Бурковский, да. Продолжаем разговор. Вот по поводу актерства. Безусловно, каждый актер мечтает, в конце концов, стать режиссером. Ну, я не говорю театральным, да. Возможно, там, киношным режиссером, особенно человек, который много снимается. Есть ли такие планы на будущее? В конце концов, надоедать. А что они все время командуют, эти вот режиссеры? Я хочу свое имя. Я хочу сказать, что у любого артиста такое, наверное, возникает в голове. Вот если бы я оставила, да, эх, я бы сейчас... Ну, просто надо реально оценивать какие-то ситуации. Ну, не знаю, я думаю, что... Чего? Случится, наверное. Не знаю. Случится? Не знаю, я так все время... Потому что обычно еще потом на режиссерский поступают, для того, чтобы там чему-то так... Ну, это, конечно. Ну, это другая профессия, конечно, абсолютно. Блюда, вообще. И надо это вот многим сказать. Что это другая профессия. Чтобы не лезли, не свое дело. Ну, ладно, не будем называть имяной фамилии. Я хотел бы было близко. Слушай, а в Голливуд хочешь? Я так сказала, как будто у меня путевка. Как будто у меня путевка. Путевка в Голливуд вручается. Хотите, да? Есть, да, все-таки путевка? Есть, да, есть. Ну, тоже как бы... Тебя вписываем или нет? Да, вписывайте, пожалуйста. Кстати, хорошо, Бурковский ездит. Ну, сейчас, на самом деле, очень многие как-то ездят. Не брезгуют. Не брезгуют с Голливудом, да. Вчера, кстати, вот лондонцы нам говорят, приезжайте к нам в театр. У нас есть печеньки. В театр, приезжайте. Мы говорим, а приедем? Какие проблемы-то, да? Знаешь, так зовут все время, ну как-то, приезжайте. Они же не думают так, на самом деле, ты же понимаешь. Ну, конечно, но есть, конечно, хочется, но это нужно так вот собраться и все-таки сделать этот шаг. А у нас уже возраст. Был бы 20, рванули бы ведь. Слушай, ну подожди, возраст... А в Лондон понятно. Ну, через Машкову можно же на Голливуд выйти. В принципе, у него же телефоны все есть. Ты с ним на Володе там. Владимир Львович, да. Через... Наверное, можно. Не знаю. Ну, все-таки, нет, ну, подожди, ты так говоришь спокойно, да нет, не знаю, да нет, можно было бы, подожди, у меня когда, у меня на Майске будет перерыв, можно было бы сняться так где-нибудь, я жду предложений. Фильм категории С. Ну, во-первых, нужно подтянуть английский. Да куда ж тебе еще подтягивать-то? Нет, ну, просто практики же нету, я понимаю все, а сказать... Слушай, у нас на этой неделе был Александр Невский, вот человек с уникальным английским, еще может вот в любом фильме сниматься, действительно, вот я предлагаю, там все универсально, там очень просто все в Голливуде. Вы похожи на принца, вы мне нравитесь, да, вот как ты говорил. Окей, ладно, давайте сейчас идем уже к самому сладкому, да, кто-то внесите. Блиц, блиц-опрос, да, очень быстренький, да, коротенький вопрос, коротенький ответ, ну, как получится, посмотрим. Ну, Михаков успел ответить на один вопрос за 15 минут, я надеюсь, что... Очень быстро, при том мы его просили. Спросили, как дела? Кисрат. Ну, итак, Андрей Бурковский и Блиц в его честь, КВН или Камеди? КВН. Машков или Миронов? Машков, Миронов. Любимое блюдо? Еда, 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 еда. Еда, еда, еда. Это такие картофельные котлетки. Драйники, что ли? Нет, нет, такие... Котлетки именно. Из картошки, из картошки они такие на этой, на... На сковородке. На сковородке жарятся такие сверху с такой этой штучкой. С корочкой. Картофельные котлеты. Картофельные котлеты. Удивительно. Это картлеты. Из-за виски, понимаешь? Из-за виски, это вопрос и все начали обсуждать. Нет, я не так готовлю. А потому что говорить невозможно на радио. Кошка или собака? Собака. Футбол или бильярд? Футбол. Сейчас внимание. Кипр или Крым? Крым. Хотел бы вернуться в Томск на пенсии? Или на пенсию? Нет. 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 Твоя самая вредная привычка? Прости. Сейчас, секунду. Пытаться улучшить все. Я максималист. Перфекционист, наверное. Странный вопрос немножко. Но тем не менее, согласился бы ты сниматься в постельной сцене? Смотря где. Скоря с кем. Смотря с кем. А с кем бы согласился? Тогда следующий вопрос. Кстати, его нет в лице, можешь не отвечать. Нет, там есть примерно. Идеал женщины это назывался вопрос. Ну, хорошо. Кстати, мне обязательно. Надо сказать, моя жена, конечно. А, окей. То есть с женой согласился бы с тобой. Покажите видеотрансляции. Крупные его глаза. Последняя запись в социальных сетях. По поводу. Ну, это какая-то фотография в Инстаграм. И полопись к ней. Хау, там что-нибудь. Я и... Хау. Ну, хорошо. Слушай, ну, какая последняя фотография в Инстаграм? Хау, я стою. Где я стою, собственно? А, это была последняя с последнего госэкзамена по сценической речи. Мы сидим такие. Хау. Типа там, сдали последний экзамен. Гуляем. Отлично. Супер. Кто-то отмечал из наших слушателей, кстати, на страничке ВКонтакте, что прикольный у тебя Инстаграм. И вот эту фотографию отмечали. Когда последний раз отдыхал ты с семьей и где? Ох, это вообще... Это было очень давно. Где-то мы ездили. Ну, это работа. Ну, в прошлом году мы ездили к друзьям в Болгарию, по-моему, что-то такое. Не помню, какая страна, я спал. С детьми. Из этой серии, да. На что потратил свой самый большой гонорар? Полностью, если гонорар? Один раз полностью. Ну, как? Первый гонорар купил машину. Полностью. Вообще. Ну, это вот в стиле такой молодежной жизни. Получил первые деньги. Получил машину. Выстрелил стартасфер. Полностью. Сиди, да. Полностью. Эх, и погнал. Отлично. Смотри, интересный вопрос. Тебя отправляют на необитаемый остров и говорят, что можешь взять с собой одну вещь. Вещь именно? Вещь. Именно вещь. Ту самую машину, которую купил на Каландии, я зря деньги потратил. Ну, конечно, ребят. Чего я зря деньги потратил. Ребят, в завершение время наступает песни. И поскольку такая чудная инициатива, я думаю, Андрей поддержал бы ее от Владимира Вольфовича Жириновского, нашего известного артиста. Конечно. Предложение сделать в России сиесту в обеденный перерыв. Я думаю, ты бы поддержал. И я считаю, что прекрасно. Поспать там все не дураки. Давайте по этому поводу споем. Мурзилки Интернешнл. Песня в тему. Сто процентный живой звук. Мурзилки Лайф. Мурзилки Бэнт нас поддержит. Итак, Андрей Бурковский. Мурзилки Пла. Гнали. За сиесту. Очень нужен человеку сон пивной. Конечно. Поработал до обеда. Спи со мной. Чтобы отдохнуть, дружочек. Пособи давай часочек. Глазки закрывай. Баю-бай. Можно спать на стуле в кресле. На столе попрючек микрофона. Просьба нас не беспокоить. Сильвупле. Пусть работы много очень. А у нас спокойной ночи. Глазки закрывай. Баю-бай. Погемарить на работе в самый раз. И табличку осторожно. Тихий час. Может нам, как говорится, что полезная песница. Только не храпи. Просто спи. Мы готовы предложение поддержать. Всем рабочим коллективам полежать. Можем спать. Трусцою бегать. Лишь бы ничего не делать. А работу в пень. Просто лень. Баю-бай. Обед закончен. Всем в кровать. Быстро всем в кровать. Днем работник. Каждый должен отдыхать. Сладких снов друг другу скажем. Место выберем. И ляжем. Глазки закрывай. Я тебя обваю. Баю-бай. Андрей Бурковский. Дремал весь этот час месяц. Чуть опять не уснул. Спасибо тебе огромное. Вам спасибо. Вы замечательные. Удачи. Веселые. Пришди к нам в гости еще. Пришли, конечно. Поспим. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ